Лекарства из грибов создают ученые наукограда Кольцова. Сегодня они на пути к появлению препаратов нового поколения. Насколько эффективными они должны быть и какие лечить болезни, Ольга Солонгина расскажет. В научной лаборатории кипит работа. Ученые заняты на первый взгляд совсем необычным делом. Варят пшенную кашу. Она необходима, говорят, для выращивания умных грибов. Под микроскопом ученых они похожи на тонкие нити, словно сети интернета опоясывают землю, являясь ее иммунной системой. Этот феномен ученые наукограды взяли за основу для создания принципиально новых препаратов будущего, которые помогут исцелять растения, животных и человека. Грибы, почему уникальный такой элемент природы? Потому что в грибах очень много полезных веществ, биологически активных веществ. И на основе разных грибов, выделяя разные полезные вещества, делают и косметику, и лекарственные препараты, и препараты для сельского хозяйства, для животного можно получать. Сейчас вот их надо растрясти вот так немножко и положить, чтобы они остывали. В готовую кашу заливают раствор, грибницу и отправляют расти. В ясли, где нельзя шуметь, должно быть темно и тепло. Если температура выше, стресс. Если свет падает, стресс. Там... Как младенец? Из живой природы ученые выделили около 90 штаммов различных видов грибов. Все они имеют разные свойства. К примеру, гриб-хищник. На его основе в лаборатории готовят препарат, который должен помочь людям победить вредителя полей-нематоду, пожирающую картофель, клубнику, свеклу и морковь. Препарат вносят в почву. Как только появляется вредитель, хищный гриб уничтожает личинки еще в земле. А в этой чашке другой гриб-интеллектуал с красивым названием Трометес. Препарат, полученный на его основе, защитит от болезней коров. Первые опыты показали, буренки, в рационе которых присутствует грибной порошок, лучше прибавляют в весе, не болеют инфекциями и дают больше молока. А вот для укрепления иммунной системы человека исследователи предлагают делать препараты из чаги. Мы привыкли условно, что чага это то, что растет на дереве. Чага, которая выращена здесь, это уже что-то другое. Он обеспечивает те качества, которые нам нужны, нам важны. Потому что если вы в природе находите чагу, чага чаги рознь. Не все грибы обладают теми же свойствами. В больших объемах чагу планируют выращивать так же, как и другие грибы в искусственной среде. Получать из нее меланин и добавлять в косметику соки и даже кофе. Именно меланин, говорят ученые, не только хорошо активизирует в человеческом организме иммунные процессы, но и даже защищает от развития раковых заболеваний. Ольга Слонгина, Сергей Радаев, Вести, Новосибирск.